Нет, друзья, наши дорогие, просыпается вечер на теле радиоканале Страна ФМ, и мы здесь, как всегда, в этой студии, Майк Войн! Маш новая, друзья, сегодня такая вот, знаете, в Москве погода, кто может быть не в Москве, не поймет, но стала такая погода, знаешь, какая-то хмурая, совершенно нелетняя. Да, промозгла. И кто, если не мы, сейчас будем это дело выправлять? Растопим этот денек, все правильно, друзья, да, ваш любимый вечерний юмористический эфир начинается, стартует, и сегодня у нас в гостях. Как всегда, побудем человек, который связан напрямую с юмором. Итак, сегодня у нас актер, ведущий, шоумен, стендап-комик, а также резидент стендап имени Циммермана. Даже мы уже знаем, что это такое, это название. Итак, Марат Волошин. Запускайте, запускайте сюда, Марата. Марат! Всем привет, всем привет, всем привет. А внимание, циваня, не вон. Ма, 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 ма. Я всегда ждусь и терпения в этом моменте, когда пойдут целовашки вот эти вот с Мишкой. Марат, как у тебя дела, как настроение, как тебе наша студия? Марат, Марат, хоть кто-то меня здесь целует, понимаешь, дорогой? А он все ждет и не дождется. Муж, привет, тебе. Нецелованный Миша. Нецелованный Михаил. Но не о нем сегодня речь. Недолюбленный. Недолюбленный. Марат, сегодня целый час будем говорить о тебе, ну и, конечно же, о юморе. У нас есть такой, да, традиционный вопрос. Мы всем гостям его задаем. Начинаем с этого программы. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя какой-нибудь секрет или лайфхак? Как научиться относиться вот к этой вот скучной, серой, нудной жизни, но с юмором? Слушайте, это прям вот хороший вопрос. Я тоже всегда себе задаю его, но... И ответа нет. Ответа нет. Я не знаю, как ты стараешься, наверное, концентрироваться на чем-то хорошем, позитивном. Тем более, когда ты работаешь в юморе, это просто необходимо. Если ты будешь концентрироваться на чем-то плохом, ты прям не сможешь, наверное, существовать в этой сфере. Друзья, друзья, вот хотел бы опять же для тех, кто нас, может быть, только слушает, а не видит, пояснить. Пришел Марат в такой рубашке, которая совершенно не коррелируется с сегодняшней погодой в Москве, в цветастой. Вот мне кажется, там все цвета радуги есть на этой рубашке. Да. Вот как в твоем настроении? И радостно? Да. Марат, ну а ты сказал, что, собственно, жизнь, она такая. А мне кажется, для стендап-комика, как раз таки, чем у тебя несчастней жизнь, чем больше у тебя ситуации припятий в жизни складывается. Не знаю, тебя там бросает девушка, тебя там задерживают зарплату, ты там попал в лужу, тебя кто-то облил и так далее. Не рассказывай обо всех своих проблемах, Мария. Это не обо мне. То наоборот, это же новая почва для ваших стендапов, как раз таки, правильно? Или нет? Или как-то по-другому? Нет, кстати, я согласен, потому что, ну вот я, например, у меня темы там часто связаны как-то с семьей, с бытом, с отношениями с женой. И, ну это не всегда какие-то отрицательные. То есть бывают какие-то просто наблюдения. У нас все хорошо. У нас все жизненные. Я ждал фразы, Марат, но при этом я холостяк и никого у меня нет. Я прихожу домой, открываю глаза, бутылку пива, да-да. И мне, как бы, знаете, не напряг так шутить. Нет, кстати, мы всегда стараемся все по правде, как бы. Конечно, у нас есть какая-то доля выдумки, чтобы там что-то утрировать, как-то приукрасить шутку. Но все это берется, конечно, из жизни. Потому что если ты будешь говорить неправду зрителям, они... Они это почувствуют. Они не почувствуют. Марат, а можно ты будешь именно тем самым человеком, потому что много было у нас стендаперов, людей, которые работают с текстом, потом работают с публикой с этим текстом. А действительно, есть случаи вот таких стендаперов, может быть, ты, кстати, Маша, тоже знаешь, которые вообще рассказывают про другое. То есть они в жизни вообще другие люди. А шутят, вот у них есть тема, не знаю. Ну, от образа, наверное, от какого-то, да, выдуманного? Да, то есть который просто входит в этот образ, выходит на сцену и рассказывает про другое. Вот как на том же самом примере, как я сказал, про семейных людей. То есть это может быть какой-то закоренелый, не знаю, там, холостяк, а он рассказывает про семью. Либо там человек рассказывает про алкоголь, а он ни капли в рот никогда не брал. Ну, вот на моем примере сейчас, вот если с жизненным, так и такого нет. Но я просто знаю, что очень распространено ворование шуток. Ворование. Воровство. Ворование. А именно ворование. Ворование. От группы Воровайки. Так. Потому что, насколько я знаю, там вообще последний стендап-шоу Луис Икея, его шутки вот прямо, вот, все прям воровали. Расхватывают на цитаты, да? Да, 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 да. Просто воровали, брали себе. Дорогие друзья, как всегда, я тот человек, который единственный искренний здесь, помимо гостя. И я не стесняюсь спросить, кто это, Марат? Чтобы я просто расширял свой кругозор. Не скажу, но даже вот у нас в стендапе Симмермана было такое, что мы делаем свое выступление, мы пишем аналогии, и потом бывает, что где-то по телевизору... Да, проскальзывает, да, согласен. Проскальзывает как-то странно. Они немножечко по-другому это все формулируются, конечно, но заходы... Но шутка все равно читается. Ну да, и ты думаешь, какого... Но ты таким приемчиком никогда не пользовался? Нет, нет. Ну и правильно. Марат, я должен здесь тоже сказать, я думаю, за нас обоих с Машей. Дорогой Марат, будь уверен, все шутки, использованные тобой сегодня, как и твоими коллегами обычно в вечерних... Завтра Миша их все перескажет, будь уверен, да. Завтра они все будут пересказаны во втором и третьем части нашего представления. Нет, вот у меня большая проблема, вот знаете, вот вам как-то... И не одна, Маша, хочу я тебе сказать. Нет, у меня есть одна большая. Вот анекдоты, например. Мне кажется, это вот ровно та же самая история с шутками. Я их слушаю, мне смешно, но я их категорически не запоминаю. Я не знаю, что с этим делать, вот так же и с шутками. Это такая же ситуация, я не знаю. Вот с шутками там все проще, потому что, когда пишешь монолог, это все-таки там твоя какая-то история. Твоя авторская айстера. Да, и ты как бы просто вспоминаешь какой-то случай из жизни, и ты, ну как легче все запоминается. Анекдоты, это у меня тоже в этом проблема. У тебя тоже проблема? Вот у нас человек, анекдот-мен. Реально, у него на каждый жизненный случай есть какая-то такая-то присказка, да, анекдотик маленький, что-то еще. Да, да. Причем ты согласна, что 90% этих присказок... Повторяются по 100 раз, согласна. Я... А, нет? Нельзя произносить в эфире, хотел сказать я, понимаешь? Все, тогда не будем. Марат, ну скажи, пожалуйста, ты говоришь, что ты на теме семейных отношений и отношениях со второй половинкой шутишь и так далее. А как вообще твоя девушка относится к этому, к тому, что ты шутишь про нее? Твоя жена, как она к этому относится? Засчитана, если она сейчас слышит, засчитана прям хорошо. Моя жена любимая богом данная, вот так я всегда говорю своему мужу. Да, 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 и на коленях, и при этом на коленях. Не, правда, я очень люблю свою жену, и, конечно же, у нас... И ее маму. У нас были... Продолжай, да. У нас были случаи, даже вот там у моего коллеги, когда он шутил про отношения с женой, и он говорит, ребят, я больше уже не могу, мне уже неловко. Вот, конечно же, вот я, например, когда, ну, пытаюсь какие-то затронуть бытовые какие-то вещи, я все равно, конечно, я так сначала... Бывают острые темы, я поэтому подхожу к жене и говорю... Карин, смотри, какую я шутку придумала. Типа ждешь удобрения, да? Да, да, немножко так, по-моему, нормально. Вот, ну, потому что, конечно, все равно там как-то там, ну, боишься как-то задеться вновь человека. Вот, но у меня, благо, жена, она очень понимающая, и поэтому она с юмором тоже относится... Подожди, а бытовых тем это каких? Ну, например, готовка, я, например, у меня... А, готовка, я думала, может, каких-то постельных сцен нет, ты вот это все не выносишь на публику? Ну, все-таки вообще вот у нас... Ну, многие шутят, там, и что-то твишь. Да, мы стараемся какие-то вот темы такие жесткие, вот как другие комики, обходить. То есть мы очень жестко не шутим. У меня там, например, был монолог про готовку. Так. Я рассказал случай, ну, это реально случай, когда моя жена готовила суп, и просто у нас какой-то был романтический вечер, в какой-то момент она готовит и говорит, не знаю, возможно, говно получится. Вот, так. Он сейчас показал еще для тех, кто на том, это вдвойне смешнее, чем просто услышать. Вот, и, ну, такие случаи, ну, и я показывал потом монолог, конечно, жене, и за то, что это правда, конечно, люди подключаются, но это вообще очень частая фраза, вообще, это актуально, когда, не знаю, говно получится. Вот, и, конечно, после этого она еще сказала, попробуй, да, возможно, говно попробуй. И это думаешь, ё-моё. Скажи, а ты свои выступления прокатываешь на жене? Может, на тёще или нет? Вот это нет, я даже больше скажу, я жену с каких-то пор я перестал звать на свои выступления, да, потому что я начинаю жутко волноваться. Она все время меня поддерживает. Она главный критик у тебя. Она входит, пусть там будет вот слышно, стали как-то жужжание мухи, но она будет... А-а-а! Марат! Он мой! Она тебя поддерживает? Он мой, да. А были ли, наоборот, обратные ситуации? Приходишь ты после стендапа домой, а там уже ждут тебя за шутку, так сказать, расплата. Благо, такого еще не было, то есть... А вот будет или нет, узнаем, да. Марат, все, впереди, слушаем музыку и ждем. После песни, оставайтесь с нами. Маш новая, Майк Войс, Марат Волошин. Ровно те же лица, которые вы видели до музыки, собственно, здесь, после нее, также в студии сегодня. Представляй нашего гостя, он же мужчина, мы с тобой договаривались. Поэтому, да, актер, ведущий, шоумен, стендап-комик и резидент стендап имени Циммермана. Вот, кстати, я хочу сказать, что я была на... Подожди, Маша, тебя здесь по-хамски перебью я. Марат, скажи, пожалуйста, там же есть еще продолжение твоего представления, которое гласит, что мама, как тебя называют до сих пор? Ах, да. Ах, да. Я думал, не войдет в эфир. Манюней. Манюня. Манюня. Тридцатилетний мужик, который не может отучить мать называть его Манюней. Вот теперь представление завершено. Поясни, пожалуйста, почему, с чем это связано. Слушай, я понятия не имею. Спасибо. Я даже более того... Михаил, сегодня вообще по-хамски себя, ведь я скажу, прерывай всех. Я даже более того скажу. Моя жена, например, называет меня писечкой, да? Всякое бывает в семьях, вы знаете, друзья. Я не знаю. У меня всю всю мою жизнь какая-то была проблема с моим именем. Почему-то никто меня не хотел полностью назвать. Марат, но мне кажется, мы с тобой сестры. Меня мама тоже называет Манюней. Я тоже, я тоже. Я тоже потому, что мама подозревает вот этим вторым рядом. Я думал, ну слава богу, не такой який в России. Тоже еще одна писечка есть. Господи. Нет, Манюня. Тоже Манюня, да? Манюня. А это твой брат. Вот его, наверное, так и называют как раз. Да, меня так вообще все и называют. Михаил, а позволите ли вы задать мне вопрос? Если можно. Могу ли я спросить у нашего гостя? Хотелось бы. Хотелось бы. Вы по-хамски не перебьете меня в этот раз? Хотелось бы. Ни в коем случае не перебьешь. Ой, спасибо большое. Вы прям учились. Один раз перебил за три месяца, понимаешь? Да, каждый раз ты делаешь. Сам терплю всегда. Посмотри, мне очень интересно. Ты закончил в ГИК. То есть у тебя прям высшее актерское образование. Да. Правильно? Да. Ты работал по профессии? Сейчас ты где-то в каких-то спектаклях задействован. Да. В фильмы, кинофильмы, что там, сериалы. Да. Расскажи подробнее, где, что, как. Все это есть. И я после окончания вуза, я работал в Театре наций. Сначала Евгения Николаевича Миронова. А потом, я как на выпускном, у нас был капустник. И у нас был очень жесткий капустник. Мы прям стебали в ГИК по полной программе. Ну, расскажи для всех зрителей, слушателей, может быть, кто не знает, что такое капустник. Я это прекрасно понимаю. Капустник – это такое, можно сказать, такие театральные скетчи, которые презентуются. Обыгрывают некоторых преподавателей, героев. Преподавать, да. Там есть пародии, есть события. Так, все-все, что угодно. Вот. И как раз у меня было такое там, что-то на пародии, ну, стендап-выступление такое. Что-то похожее на стендап-выступление. А, ты уже оттуда начал. Да. Круто. Это был мой первый опыт. Я почему-то захотел это сделать. И потом, это как-то людям очень запомнилось. И потом на меня вышел мой товарищ, мой друг Максим Косолапов. Сказал, что там вот в центре Мирхольда ищут стендап-оксалап. Я вот как раз вот мы, я пришел туда, и вот мы создали вот этот вот стендап «Циммермана». Я вот там с самого основания, когда Лена Новикова и Виталий Щайников вот собирали нашу команду. Но смотри, чем отличается стендап имени «Циммермана», да, от других каких-то объединений стендапа? Там у вас именно актеры. Правильно? Все с актерским образованием, которые дальше решили стать стендап-комиками. Да, по большей степени у нас там актерский состав, но, конечно же, есть люди, как вот Филипп Мещеряков, например, который просто певец, я так его называю. Не такой, который не такой. Он не такой, да. Он другой, так. Да, но он просто очень талантлив. Вот. И мы все-таки действительно подаем это как актерский стендап, и все-таки у нас, в отличие от других стендапов, у нас меньше черноты, которые сейчас есть в других стендапах. Слушай, а вот чем вы отличаетесь от реально, ну, как бы других объединений? От черноты мы узнаем. Не от черноты, а от других стендап-организаций мы узнаем сразу же после нашего конкурса, друзья. Конечно же. Оле-оле-оле-оле-оле. Это мои позывные. Маша посмотрел меня, ну, когда же ты начнешь со своим футболом? Так вот, я и начинаю. Большой футбол на стране ФМ. Время 18.20 на наших студийных часах. Это значит, что время подводить итоги нашего конкурса. Да, Мишка, расскажи о подарках, которые у нас есть, что мы можем выиграть. Каждый день мы разыгрываем памятную серебряную медаль с изображением футболиста. Каждый день, когда мы узнаем победителя, который спрогнозировал верные результаты прошедших футбольных матчей. То есть, если вы хотите выиграть эту футбольную медаль, вы должны спрогнозировать, как же завершаться эти матчи, которые пройдут в самую ближайшую дату. У нас сейчас плей-офф сегодня, футбола и завтра нет. Но, по-моему, через два или три дня надо посмотреть, обязательно они будут. И обязательно мы будем подводить итоги, и обязательно наградим этой медалью победителя. Но это еще не все. Да, друзья, 20 июля мы подведем итоги. И тот, кто окажется самым ярым болельщиком, кто сделал больше всего прогнозов, то, конечно же, вы сможете выиграть наш супер-приз. Самый-самый главный приз – это поездка на двоих, знаешь, Марат, куда? В Грецию! Господи, да! Ну, смотри, сейчас же лето. Где можно еще отдохнуть лучше, как не в Греции? Я не знаю. Только в Греции, друзья мои. Тем более, что совершенно бесплатно, вот так вот, в дар от телерадиоканала «Страна». На самом деле, у нас очень-очень щедрый телерадиоканал, мы постоянно дарим какие-то подарки. Мы даже поставили тебе стул. И себе, в том числе, дали тебе такой, кстати, официальный атрибут болельщика. Поэтому давай, поддерживай. И будем призывать сейчас всех наших зрителей и слушателей заходить на наш сайт «Страна.фм», оставлять там свои прогнозы и становиться главными претендентами на наш супер-приз. Итоги мы подводим в 8.45 утра и в 18.20 вечера, собственно, что мы и делаем сейчас здесь. Да, давай подводить итоги. Вчера на стадионе «Спартак» состоялся один из самых эмоциональных матчей нынешнего чемпионата. Свидел за этим событием? Ну, конечно. 1-1 в основное время по пенальти. Англичане вчера прошли пенальти так себе. Честно говоря, вратарь английский молодец. Судья американский так себе. Вот, откровенно говоря. Но и это еще не все. Вчера был второй матч. Вчера шведы прошли Швейцарию со счетом 1-0. Вот такие два результата 1-8 финала чемпионата мира по футболу в России 2018 мы имеем на сегодня. Да, друзья, к сожалению, никто не угадал исход этого матча. Миш, надо было тебе все-таки зайти на наш сайт и оставить там прогнозы. Ты знаешь, Маша, если бы я оставлял прогнозы, если бы я мог это делать как сотрудник страны «ФМ», я бы уже сейчас имел мешок в медали и потихонечку покрал на чемодан в Грецию. Марат, скажи, а ты следишь за футболом, интересуешься матчами? Да, слежу, слежу. Я не ярый болельщик, но сейчас, конечно, когда наша команда первый раз в первый свой матч выиграла, я теперь постоянно слежу. Я просто в шоке от того, что они сделали со спанцами. Напомню, конечно, я Марату, что это была третья победа на этом счете мира. Но пусть первая для Марата. Пусть первая для Марата. Марат, ну значит, ты тоже можешь, кстати, теперь зайти на наш сайт и поставить свой прогноз, оставить там и, может быть, да, тебе повезет, ты окажешься первым правым и выиграешь не только серебряную медаль. А и последним, и левым, дорогие друзья. Ну и поедешь в Грецию, друзья. Караваты бойтесь. Конкурс «Большой футбол на стране» продолжается. Ура! Вечерний эфир на теле-радиоканале «Страна и ПМ» продолжается. Вместе с нами сегодня Марат Волошин, стендап-комика, актер, шоумен, ведущий и участник стендапа имени Циммермана. Друзья, ну это не самая важная новость. Самая важная новость, что у меня в руках бомба. Такое вообще можно быть фильмом? А, приблизь! Да, мы заперлись в студии, стоим здесь втроем, собственно, у меня в руках бомба. И, наверное, требуются какие-то пояснения к тому, и почему мы уже стоя, и почему Марат у нас уже в наушниках. Да. Марат, слышишь ли ты меня? И в заложниках. Да, прекрасно. Есть потрясающая игра «Удержи бомбу в руках», но так, чтобы она взорвалась у соседа-соседки, поясню тебе. Я в нашем случае. Все очень просто, дорогие друзья. Решил я поэкспериментировать. Взял вот такие вот карточки. Говорю, Маш, а давай угадывать слова на какую-то тему. Маша говорит, да я на тему не смогу, давай без темы так попроще. Ну что ж, Маш, твое слово для меня закон. Я не говорила попроще, я говорила так интересней. Ах, так интересней, говорила. Так больше диапазон слов я смогу вспомнить. Все очень просто. У нас есть карточки. С этих слогов мы должны придумывать слова. Ага, легко. Передавая бомбу друг другу. Я, соответственно, буду вспомнить. Но подожди, подожди. Этот слог, он может как начинаться с этого слога слова, так оно может быть в середине, оканчиваться, оно может быть где угодно. Ты хочешь прям вот так, да? Я прям так хочу, да. Я прям настаиваю, чтобы вот так. Вы поняли, насколько Мария боится этой игры? Ну что ж, тогда будем действовать именно таким образом. Я буду, как самый подкованный участник, исполнять две роли одновременно. Я буду и держать карточки, и получать бомбу в свои руки. Ну что, друзья мои, вы готовы? Я готов. Итак, я поворачиваю, естественно, ты карточку это уже видел. Секундочку. Да, любую. Так, все, не смотрю. Пожалуйста, болт. Держи сразу сюда. Болт. Балабол. Болезнь. Марат. Кто у нас взорвался? Кто такой красненький взорвался? Кто это такой? Друзья, это был, я забыл вам сказать самое главное правило игры, это был тренировочный круг, и вот часто мы и начинаем. Ва. Вата. Вадим. Ватрушка. Вантос. Водород. Вар. А, следующий круг. Нет, первый тот же, пока не взорвется. Ва давай. Взорвите его уже. Ну, на Ва. Не, Миш, подожди, ты же сам объяснял правила. Друзья мои. Подожди, мы говорим на Ва, пока не взорвется твоя бомба. А, вы так хотите? Конечно. Пожалуйста, пожалуйста. Ну что ж, два тренировочных круга и, наконец-то, настоящая игра у нас появилась. Сейчас поиграем, ребят. Века. Век. Век. Веко. Был мое. А, подожди, что ты это, Вектор? Что ж вы делаете со мной? Давай. Миш, ты чего? На век. Где твой мозг? Век, век, век. Скажи мне, мальчик. Не подсказывай. Я не буду взорвить. Не подсказывай, мальчик. Самоубийца. Ты просто самоубийца. Ты не хочешь не взрываться. Я потерялся, Мария. Михаил. А давай я начну. Миш, мне кажется, у тебя как-то сложно это получается. Давай. Готовы? Давай. В другую сторону. Ребята, у тебя тут веки, вики, одно и то же. Все бывшие. Давайте, давайте, поехали. Три, два, один. Ма. Маша. Мария. Мама. Какая? Маша, Мария, одно и то же. Здрасте. Давай, другую. Да, заберем. Мандарин. Мама. Малаша. Матрос. Вот так. Маленький. Матрас. Макароны. Ну, давай, 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 Миша. Ну, ма, 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 ма. Мальба. Можно? Что? Ну. Мальба. Ну, ладно. Мальба через О. Ну, ладно. У тебя вообще небольшой словарный запас, да? О, наконец-то кто-то это сказал. Так, это замечательно. Давай, снова. Все, поехали, друзья. Три, два, один. Пан. Панкейк. Пандус. Панда. Панцирь. Паника. Пандемия. Чего? Пандемия. Пантомима. Ура. Ура. Мне нравится эта игра. Я не могу. Я готова не играть бесконечно. Дальше. Давайте еще словечко. О, о, о. Вот это круто. Вот это сложно. Вот это мне нравится. Давай. Поехали. Ост. Остеопороз. Остров. Остаток. Остеохондроз. Останкина. Ты так и будешь же болезнь называть? Останки. Останки. Ост. Остров можно было, да, сказать? Можно было все, что было-то на ост. Ладно, окей. Это прикольно, это прикольно. Так, все, поехали. Еще слово, значит, ба, 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 ба. Барышня. Балалайка. Бамбук. Бак. Баня. Бас. По-английски автобусу. Бар. Барабашка. Барабан. Барабашка. 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 так поехали а нет нет гостей тоже взрывает отдай отправление отправление а вот у меня у тебя три у меня три а у ваша одно да давай два еще ну а сейчас посмотрим по времени итак поехали отдел делом деление правда давай поехали дел делитель пойдет опять ты проиграл я успела а ты умел марата что он против тебя настроился а не против меня аккуратно актер аккорбат мак актриса со счетом 332 мы завершаем эту игру мы с маратом проиграли но нас радует тот факт что наша ничего не выиграла я выиграла я собираюсь я собираюсь мне приятно мне приятно забрать эту бомбу с собой потому что по моему если не получился бомбический эфир кстати который еще не заканчивается продолжается 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 это все игра ваша продолжается все присаживайся давай мы тоже отправляемся домой хорошо так поехали дальше хочется какие-то бомбические новости сразу же марат есть у тебя какие-нибудь бомбические новости премьеры где тебя можно увидеть услышать бомбические новости мы вас всех и слушателей и зрителей приглашаем конечно к себе на стендап цемермана приходите к нам добавлять к нам а когда куда смотри я знаю что у вас уже было закрытие сезона у вас выпускники все выпустили в сентябре у нас стартует новый сезон сейчас подготавливаем новые материалы также у нас есть открытый микрофон стендап цемермана туда приходит как бы любые желающие у нас есть стендап кружок вот это интересно кстати где можно научиться вообще что этой комедии у наши многие выпускники они уже светятся на телевидении поэтому всех приглашаем к нам добавляйтесь в группу на фейсбуке к нам и на сайте цима смотрите тоже марат весьма аж новая к вам придет но вы же научите она же столько уже напрашивается я не знаю если чему учить юмористический кружок у меня примите на учите эту женщину шутить пока еще никому не удавалось папа у меня сама критика и все нормально а кстати как у тебя с самоиронии нормально самоиронии да вот мне кажется вот у людей которых нет самоиронии вот в юморе вообще ничего делать ничего не получится да вот даже взять того же самого рулана сабурова которые там как если мы посмотрим да он всегда стебет кого-то да 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 у меня тоже нравится черт не надо говорить ладно продолжать у него все равно самоиронии очень хорошо развита поэтому он мне он очень нравится как у меня некоторые знаешь говорят марата самоиронии у меня хорошо развита а вот когда другие надо мной смеются мне не очень песен да просто песен да друзья у меня такой технологичный вопрос давай у нас сейчас прогресс не стоит на месте не знаете ли да сейчас очень очень развиваются соцсети инстаграм и так далее да скажи ты как-то активный пользователь в инстаграме снимаешь какие-нибудь видосы войну как-то вот развиваешь его или нет или есть ли у тебя в планах это раз да слушай я тебе так скажу я вообще на самом деле признаюсь всеми феврами души ненавижу инстаграм просто я терпеть терпеть его не могу я почему потому что это мир показушностей хвастаства для ну ладно господи второй раз встану а это же твой видео дневник у тебя же такая активная это да поэтому я деятельность ты там выступаешь там ты играешь там еще что-то свои соцсети в том числе инстаграм я использовал как только рабочий да то есть витрина да витрины витрина то есть я показываю что я вел где я работаю где засветился это вот как бы вот для этого мне кажется эти соцсети побольше не должны существовать а когда мы выкладываем не кажется например даже наши фотографии с отдыха ну есть же друзья которые не могут поехать на отдых а то есть вот такой прям да мне вообще в принципе все равно кто там не может поехать просто не хочется выкладывать давайте блиц опрос потому что осталось не так много у нас а еще будет ну конечно у нас еще раз напомнить кто на сегодня в гостях у нас марат волошина актер шоумен стендап комик ребята привет слушай смотри а вот и мы майк войс маш новая и конечно же наш гость марат собственно ничего как всегда и не изменилось раз ты смотришь и слушаешь ну что в вечернем эфире как всегда говорим только о юморе марат естественно ну и сейчас я всегда у всех уточняю друзья подскажите расскажите как научиться шутить с чего нужно начать с чего зайти может быть надо друга привлечь на нем попробовать что-то и так далее вот с чего начать вот я никогда в жизни этим не занималась так же как и большинство наших зрителей и слушателей они может быть сейчас едут с работы а может быть за вот этим бизнесменом скрывается какой-нибудь очень классный талантливый стендап комик слушайте я вам расскажу очень простую технику который нас свое время научил витя комаров приходил она вообще такая популярная достаточно что вам нужно делать берете прям с утра встаете позавтракали садитесь у вас 3 лиска 4 например перед собой записывайте все мысли которые у вас есть в голове какая-то плохая погода я не выспался все-все все что есть голове этим к этим мыслим вы выбираете какие-то мысли какие-то прикольные к этим нескаким мыслям которую выбрали вы задаете вопросы много вопросов почему не меня это бесит почему мне это нравится меня это веселит отвечаете и у вас получается список такой ответов на эти вопросы если хотя бы от один ответ на все это множество вопрос будет прикольный у вас уже есть шутка первая это начинается так то есть это такая практика потом уже когда ты уже навострился вот так вот все вопрос а прикольный кому тебе или прикольные кому-то вот это хороший вопрос потому что конечно же мы по большей степени изначально пишем аналоги то что прикольно нам потом это всегда так то что ты напишешь прикольно вообще круто у меня такое было у меня такое было да я проверял шутки я выходил с новым аналогом и просто тишина это самое страшное хочется провалиться мне это просто паника что происходит это же смешно вот и конечно же потом это проверяет мы сначала проверяем между собой вот и говорят что вот это не очень это давай добьем вот так вот так вот так вот так это все процесс это все процесс но всегда нужно понимать что любая шутка любым человеком может быть подана по-разному то есть ты например маш может придумать шутку да не будет смешно но вот если 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 я твою шутку расскажу это будет не смешно если ты ее расскажешь да это будет охренительно поэтому вот это да вот это очень важно что это очень все субъективно то есть очень важно кто ее подает как ее подают что друзья пока мы поняли как сэкономить на психотерапевте записывайте свои мысли на бумагу задавайте вопросы сами же на них отвечайте и к доктору можно не ходить марата у меня всегда был такой вопрос вот например стендап комик выступает да но раз и какой-нибудь зритель что-то ему там выкрикнул да и он мне кажется должен сразу же среагировать на это как быть с этим вы как-то тренируется на вот эту свою быстроту реакции импровизацию мы конечно же это конечно же бывает это невозможно даже предугадать там да 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 все что угодно да и зал то может быть вообще в лёжку а если ты это перевернешь свою сторону это же конечно некоторые комики это умеют делать некоторые нет я вот замечал кстати даже на эфирах это это да там бывают даже какие-то выгрыки или какой-то очень прикольный смех но комики идут дальше конечно же понятно что эфирное время тоже но даже запись все-таки программа все-таки запись да но все равно очень часто комики это не отбивают хотя я всегда стараюсь отбить ты реагируешь на эти штуки дорогие друзья кричите на выступлениях марата кричите смейтесь это призыв всех отобьют у вас будет своя минута нет но вот кстати самое главное смейтесь а нельзя там троих хотя бы человек своих знаешь подсадных подвести чтобы они всегда точно смеялись в нужных местах ну это же не кто не делает это же не прикольно конечно мы конечно приглашаем наших друзей да безусловно они знают где смеяться да я даже скажу так вот у меня друзья даже если если у тебя все равно не смешно даже друзья твои не смогут меня так поэтому ты просто потеряешь друга если ты знаешь если развить твою гипотезу можно пригнать друзей которые будут смеяться над твоими шутками по нового владельца телеканала который все это снимет понимаешь еще бродкастер который будет это пока некоторые кстати так в музыке делают то знаешь ну слушай а мне кажется что не обязательно быть самим вот смешным не обязательно самому же писать себе теперь нет совершенно не нужно быть совершенно не нужно кстати но многие гости которые к нам приходили они как раз таки являются авторами для неких персонажей героев они под них пишут ты писал под кого-то или да да ну как вообще у нас есть так такая же практика как вот там заказные стендапы то есть это какие-то вот компании например они заказывают хотят что-то вот на какую-то тематику пошутите нам про офисную жизнь нашу вот и ты конечно подстраиваешься ты придумываешь под это конечно ты собираешь информацию про людей кто там работают что там это сложно да но потому что там уже идет не от себя то то есть и у тебя идет история не про себя а про других людей да но все равно стараешься как-то сравнивать со своей жизни ну слушай ты же являешься еще ведущим мероприятие тебе наверняка вот этот навык стендапа очень-очень пригодился и не раз да написание для корпоратива конечно очень помогает но и всегда там на мероприятии ты работаешь с публикой и так же ты работаешь с публикой на стендап круто смотри у нас есть постоянная рубрика перед этим ты естественно хочешь что чтобы тебя приглашали на корпоративы в этом моменте ты хочешь сказать что конечно зовите мы про все проведем трио маш новый майк войс марат вообще без проблем все давайте близ для меня самое важное жизни семья идти по жизни с юмором это а круто а если бы сейчас был 1018 год чтоб ты делал я бы был царем а три тысячи восемнадцатый я бы был бы роботом если бы не юбор ты бы сейчас ел хлеб марат волошин он ест хлеб и очень любит спасибо огромное стендап комик актер шоу мэн сегодня был с нами всем же спасибо